Я очень довольна, что меня сюда привезли. Очень внимательные люди. Везде мне попадались. И волонтеры, все помогают. Очень хорошо. Анжела. А прізвище? Науменко Анжелина Витальевна. Пані Анжела, вы звідки? Я город Бахмут. Донецкая область. Что же вы так долго там сидели? Знаете, я думала, там очень сильно бомбить стали. Очень. Поэтому я уже морально и физически не выдержала. Думала, как говорили, что может быть в июле, в августе все это закончится. Сидела, честно сказать, из-за того, что квартира, думаю, вдруг, чтобы никто не занял. Потом я ее же не приобрету просто, эту квартиру. Жалко. Вот. Но уже это было невозможно. Там уже больше, чем полгорода нет. Они все разбомбили, и звери. Я уже терпела, терпела. Ни света, ни воды уже, поскольку по многому месяцу. Ни в порядок себя не привезти. Воду эту просишь людей. Я на восьмом этаже. Людей очень мало. Просишь людей тоже ж навязчиво, неудобно быть. Это сама. Чтобы воду принесли. Принесут тоже. Ну, сколько там принесут. Не знаю, что лепить или у него таз промывать, честно говоря. Извините, что я вам это все рассказываю. Я же говорю, я просто и морально, и физически. Это не восьмой этаж. Костер. Надо выходить кушать и готовить. Это, представьте, дрова. Я физически просто это не могла выполнять. Очень мальчики страшно. Много людей под завалами осталось. МЧСники не могут их вытащить, потому что сильно бомбят. Я же говорю, уже больше, чем полгорода нет. У нас бомбили. Очень страшно. Ни днем, ни ночи покоя не стало. Господи, хотя бы это уже быстрее все закончилось. Чтобы мы домой вернулись. Ну, я не знаю, когда это, конечно, все восстановят. Если. И вообще, я хочу сказать людям, всем вам, силы и терпения, что вы там помогаете. Всем волонтерам. Идея была тоже в этом. В Днепре очень хорошее отношение. В этой больнице. Я оттуда не хотела уезжать. Там и внимание, и кормежка, и чистота, порядок, везде. Все. И сюда я приехала. Мне очень нравится. Ну, я сначала ехала, расстроилась. Думаю, куда. Ну, знаете, как неизвестность. Накрутила себя. Люди меня встретили хорошие. Ну, тоже хорошо. А сколько, пожалуйста. Ну, Бахмут завжди был таким тиловым местом. Мы навіть постійно приезжали. Мы у вас там жили, типа, как, ну, снимающие группы. Ага. Ви могли подумать, что Бахмут уже станет прифронтовым местом? Не думала. Говорили, что, ну, не это самое. А видите, как оно получилось. Я же говорю, я терпела. Думала, что все быстренько окончится. А ну, что-то у товарища Путина мозги не на месте. Вы поняли, о чем я? Как издеваться над людьми и всех лишить крови. Жизни детей, особенно маленьких. Это очень страшно вообще. Какие условия он нас загнал? Может, я неправильно что-то говорю? Все правильно, все правильно. А у вас серед там знакомых, родичей, багато еще людей там лишаются? Или все тут тоже поезжали? Еще есть люди, да. Еще есть. Ну, молодежь в основном вся раньше уехала. Ну, все старики тоже так боялись свои квартиры бросать, знаете. Надеялись на лучшее. А оно не получилось. Ну, надеемся. Ну, вот Лиман, говорят же, освободили. Красный Лиман. Может же ж и нас. Просто когда это все отстроят, и все это сделают. А у вас будинок целый? Когда уезжала, был целый. А за эти дни, я не знаю. Рядом, рядом эта самая полностью попала бомба в девятиэтажном. Я в девятиэтажном доме. Выгорели квартиры все. Девятый, восьмой этаж. Все выгорело. Рядом частный сектор. Это очень большие прилеты, частный сектор. Около моего дома разрывы были. У меня полностью балкон вырвало, вырвало. В комнату, в эту спальню вырвало прямо окно, рама. Все упало. Получается, нечего, это самое, как вам сказать, улица. Холод. Улица, холод. Это самое. Света же нету. Чтоб, ну, допустим, это все надо было делать. Фена, все это заделывать. Холодина, ну, как. А у коммуникации давно уже снаекла? Да, давно. Давно? Да. Связи нету, невозможно. Просила людей, у кого там есть генератор, это самое, чтобы заряжать хотя бы телефон, чтобы хотя бы с дочкой поддерживать связь. Хоть иногда, хоть изредка. Потому что еще телефон батарея плохая разряжался, разряжался быстро. Люди помогали мне. Все-таки у нас все в доме очень, как вам сказать, хорошие люди. Во время войны все это увидела, какие есть люди нормальные. Просто даже не ожидала, что такое будет. Да никто, напевно, нечего. Нет, я не ожидала, что так люди могут помогать другим. А, а вы про это? Да. Ну что, успокойтесь в безопасности и все будет. Ну, это наиболее, знаете, это все материально. Я просто ехала, как, ну, бросить все, решиться всего. И неизвестно, что, думаю, что меня ожидает здесь. А тут еще нормально. Ну, добрый, вы тримаетесь. И вам тоже силы терпения с нами. У нас свои эти, я же говорю. Ну, кажется, со своими бзиками. Все это вам тоже, оно на нервы. Нормально. Спасибо вам.